так ну очередная суббота очередная работа продолжаем расчистку вот за мной тут есть кучу куча соломы которую надо вырвать вровень землей и положить как вот сделал показал в прошлом видео когда расчищал кусочек главная идея почему мы собственно так делаем корни которые остаются внутри в земле они перегниют если не будет верхушки и растение неживое и эти корни они создают проходы внутрь земли это проветривает по этим проходам пойдут и черви по этим пароходам попадет внутри воздух и вода это основной принцип термокультуры а вершки мы положим на землю они постепенно перегниют и как бы надо понимать что если мы выращиваем например помидор и куст помидорный весит например три килограмма мы берем с него например килограмм помидора все остальное выкидываем то эти два килограмма мы просто взяли из земли с этого места и выбросили в помойку это надо каким-то образом вернуть чтобы это вернуть надо эти вершки положить обратно хотя бы хотя бы мы вернем 2 килограмма окей килограмм помидора мы взяли поэтому надо еще немножко будет привнести компоста извне чтобы уравновесить баланс того чтобы было в земле и не нарушать его то есть органику земля надо увеличивать делать ее больше а не меньше ну так начнем работать начнем чистить также попробуем записать немножко друг по другому звук а потом соединить посмотрим что получится человек трактор наша задача убрать вот эту траву положить ее на землю и чтобы она на ней лежала для этого одеваем наши замечательные перчатки о чем было отдельное видео эту посмотреть я там про них рассказывал достоинства и недостатки перчатки перчаток вообще и почему мы выбрали именно вот эти а ну что человек трактор включается в работу вот так вырывая вершки и оставляя корешки на земле а солому кладя обратно она здесь будет перегнивать и под ее ковром уже никакой сорняк расти не будет и защиту и защиту от перегрева земли и земля будет лучше хранить влагу и корни внутри тоже будут разлагаться и таким образом оставлять после себя каналы по которым вниз пойдет воздух и вода в общем нигде природе вы не увидите паханой голой земли голой земли не бывает она это место пусто не бывает поэтому она будет закрыта тем нибудь вот так работа несложная несколько муторная и пыльная я бы сказал поскольку дождей тут нет пыль да и после хамсина хамсина это такой горячий ветер из пустыни который поднимает мелкую пыль мелкий песок и потом он отседает довольно неприятное время вот так сейчас вот мы немножко тут еще прополем вот до туда чтобы показать результат и главное что потом допустим как мы обрываем что мы делаем и потом а полить ни в коем случае нельзя потому что огонь сжигает весь верхний органический слой если совсем бактериями совсем что там живет и потом на этом месте по крайней мере в нашем климате очень долго ничего не растет надо смачивать устанавливать плодородие поэтому полить ни в коем случае нельзя ну так вот сколько времени это заняло какой-то мусор вот так за две все и делали теперь мы просто утаптываем траву на месте просто вот так в сандалиях находишь по траве и утаптываешь ее по солому там замечательно великолепную солому просто утаптываешь разравниваешь чтобы она здесь лежала потом когда построим грядки немножко разровняем положим больше на грядке меньше на грядке таким таким образом сейчас такой как бы ковер закрыт теперь даже если это поливать то сорняк через него не пробьется а пока человек трактор расчищает земельный участок лучшая половина нашей фермы занимается валкой леса это не потому что ей так хочется это она наказана и сослана в сибирь просто у нее естественная любовь к порядку и желание вить гнездо поэтому время от времени она получает по башке той же этой самой ну так я не понимаю зачем она кидает обломанные ветки в ящик как она их потом оттуда будет доставать и раскладывать ну ладно это посмотрим спора работает тяни тяни очень хочется посмотреть какие ветка сейчас стукнет по башке ну ладно продолжим работу хотя пару слов для прессы пожалуйста но для потомства использование женского труда целенаправленное использование а за что вас наказали на на лесоповале меня не наказали это я тебя накажу скоро и ты отсюда сейчас кем по голове попадет в ветка и убил пожалуй надо уйти работа продолжается слезоповалом закончили а сейчас работаем для раскладыванием солом и тяжелый рабский труд ничего он облагораживает конце концов должно получиться неплохо расскажу что она делает вот здесь между двумя грядками проходит канава вот она видна вот в эту канаву сначала траву положим на грядки как мат о чем я рассказывал раньше который закроет и будет там перегнивать а в саму канаву положим вот эти нарубленные сухие ветки и и вот этот мусор который лежит вот здесь как тяжелые мульчу она там будет медленно перегнивать и будет грядка удобно по ней ходить и и и даст хорошего удобрения в дальнейшем вот наша основная рабочая сила вкалывает смотрите как это получается у него хорошо очень с высоким процентов производительности быстро и охватывая большую площадь сразу вот домашний трактор называется очень удобная рабочая сила главное что делает этот энтузиазмом и по собственной инициативе вот так вот это выглядит теперь вот замечательно ну так же сегодняшний день не так много устало сделать но по крайней мере все сырники положили участок более-менее расчищен теперь у меня все сделано ну конечно у нас бардак этим мы еще займемся осталось вот здесь между грядками вот в эти канавы видно их наверное да проложить палки более твердые твердую органику вот как здесь и вот так вот их приложить они будут долго гнить по ним удобно будет ходить они прижмутся и это будет хорошо а траву сверху на грядки таким образом у нас получилось раз два три 4 5 и вот там 6 грядка 6 грядок но отлично всем привет из гриндроп хом микрофарм нравится ставьте лайки подписывайтесь на наш канал спрашивайте вопросы ответим на все спасибо пока бай спасибо